Воронежского Бурана Давайте теперь его проанализируем с точки зрения статистики. Начнем с индивидуальной статистики игроков Бурана. Всего за сезон 2021-2022 Джерси Ураганных одевал 51 игрок. Сразу 6 фратарей защищали ворота Бурана. Чаще всех это делал Захар Виноградов. 20 матчей он отыграл в воротах Ураганных. Он же оказался самым фартовым кипером за сезон. С Захаром в воротах Буран смог одержать 7 побед. А вот после его ухода незадолго до Нового года пошла настоящая вратарская чахарда, которую до конца сезона удавалось решать только на очень короткую дистанцию. К тому же Захар до своего ухода дважды сыграл на ноль. А его сменщики Галипносов и Артем Назаркин имеют в своем активе по одному сухарю. Ну и общий процент отбитых бросков у Захара также самый лучший в команде. 91,6% при 547 отраженных бросках из 597. К тому же Виноградов еще поучаствовал в одном взятии ворот соперников в качестве ассистента и вместе с Носовым и Назаркиным имеет по 2 минуты штрафа. Из 14 защитников, выходивших на лез, больше всех игр провел Марк Павликов в 49. Однако в среднем за игру больше времени на льду проводил Артем Чмыхов в среднем 21 минуты и 28 секунд. Это же лучший результат по времени среди всех полевых игроков Бурана. Лучше всех из защитников себя в атаке проявил тоже Артем Чмыхов. Он забросил 5 шайб. Чаще других ассистировал своим партнером для удачного завершения атаки Юрий Сергеенко 11 раз. По системе гол плюс пас лучший показатель за сезон тоже у Артема Чмыхова 14 набранных очков. Наилучший показатель полезности, он же показатель плюс-минус среди защитников, у Никиты Кожевникова, ровно 0. Однако он провел всего лишь 2 игры. Среди тех, кто сыграл хотя бы 25 игр за сезон, лучшие показатели у Никиты Жлобы и Дмитрия Кузнецова, по минус 4. Наихудший показатель по этому параметру оказался у Эдуарда Насыбулина, минус 15. Больше всего штрафных минут накопилось у Олега Миссюля, 60 минут. Ну, оно и понятно, он чаще всех в сезоне махал кулаками. Из 31 нападающего, выходившего на лед, больше всех игр провели Данил Макаров, Даниил Мельников и Антон Вилков, по 50 игр. Лучшим снайпером команды стал Данил Макаров с 13 заброшенными шайбами. Данил Макаров стал же еще и лучшим ассистентом команды с 17 голевыми передачами. Ну и само собой, он оказался лучшим бомбардиром в команде по набранным очкам, 30. Лучшим по показателю полезности стал Александр Агапов, у него плюс 2. Ну а среди игроков, которые провели хотя бы 25 матчей, лучшие показатели у Артема Маркова, минус 2. Худший оказатель полезности оказался, как бы это было ни странно, у лучшего снайпера и бомбардира команды Данила Макарова, минус 22. Антон Вилков стал тем игроком, на которого легла основная нагрузка по работе на точке вбрасывания. Всего он поучаствовал в 868 вбрасываниях, из которых выиграл 499 или 57,5% всех выигранных вбрасываний. Эх, всего одного выигранного вбрасывания ему не хватило до круглой цифры. У остальных же игроков, которые играли на точке, результаты сильно скромнее. Ну а теперь посмотрим и проанализируем командную статистику Бурана и сравним ее на фоне остальных команд ВХЛ. Проведя 52 матча в сезоне, Буран одержал победы в 11 матчах в основное время, 2 победы были одержаны в овертайме и еще 2 победы в сериях послематчевых булитов. В 3 матчах, закончившиеся послематчевыми булитами, ураганы уступили. Также в 3 матчах, которые завершились овертаймами, и еще 31 матч был проигран в основное время. Таким образом было набрано 36 очков. За все эти матчи ураганы забросили 108 шайб, а пропустили 165. По заброшенным шайбам Буран оказался в итоге на 24 месте в лиге, а по пропущенным 22. Теперь такой показатель, как игра в неравных составах. Буран оказывался в большинстве 255 раз за сезон, из которых смог реализовать только 38, то есть 16,7% реализации. И это оказывается 21 место среди всех команд ВХЛ. К тому же ураганные умудрились, играя в большинстве, пропустить 8 шайб свои ворота. И вот это уже худший результат в лиге. В меньшинстве ураганные оставались 208 раз, из которых не смогли отбиться в 48 случаях. То есть они имеют 76,9% нейтрализации меньшинства. И это 23-й результат в лиге. К тому же ураганные, будучи в меньшинстве, смогли трижды огорчить соперников. А это уже 16-й результат в лиге. Итоговое 24 место в турнирной таблице среди 27 соперников наиболее красноречиво описывает текущее место команды среди всех команд ВХЛ. Конечно, у ураганных получалось отнимать очки у команд, которые даже в топ-5 лиги вошли. Но, к огромному сожалению, очень много буран потерял в играх с прямыми конкурентами за последние строчки турнирной таблицы, дающие право на игру в плей-офф, а также с теми командами, с которыми он оказался по соседству в турнирной таблице. Даже в тех играх, в которых чисто с игровой точки зрения ураганные превосходили своих оппонентов, в итоге они уступали им в самых концовках. С другой стороны, все познается в сравнении. Давайте вспомним, как завершился прошлый сезон для бураном, и для этого посмотрим небольшой кусочек прошлогодних итогов сезоном, которые делали у нас на канале. Итого за сезон. Из 50 сыгранных матчей 9 было выиграно в основное время, 4 в дополнительное, а 1 в серии послематчевых буллитов. 27 матчей было проиграно в основное время, 5 в дополнительное, а 4 в серии послематчевых буллитов. В этих матчах было заброшено 99 шайт, а пропущено 148. Итоговое место 24. Лучшим снайпером команды с 11 заброшенными шайбами стал Данил Макаров. Больше всех результативных передач отдал Андрей Демидов, 17 раз. Он же стал и лучшим в буране по системе гол плюс пас, 25 набранных очков. Из четырех вратарей, которые обороняли ворота бурана в этом сезоне, конечно выделим Дениса Перевозчикова, который трижды отыграл на ноль. Давайте теперь попробуем разобраться в причинах такого выступления бурана в сезоне 2020-2021 года. Проблемы команды начались еще на этапе подготовки к сезону, когда ряд игроков сдали положительное тесто на ковид-19. Часть игроков изолировали и в результате полноценной подготовки к сезону не вышло. И втягиваться в игровой ритм уже пришлось через официальные игры регулярного чемпионата. Шутка ли, первое набранное очко было только по итогам пятого матча, а первая победа и вовсе была одержана только через месяц после начала сезона. После такого катастрофического начала сложно было рассчитывать на положительный исход всего сезона. Но и в дальнейшем негативные серии из поражений все равно превышали положительное с набранными очками. За первую половину сезона удалось одержать лишь две победы подряд над Южным Уралом и Звездой, это стало самой удачной серией с набранными очками. Смена главного тренера примерно в середине регулярного чемпионата кардинально ситуацию не изменила. Конечно, при Бирюкове было набрано на несколько очков больше, чем Суваевым, но общая негативная тенденция, когда всего три матча подряд удавалось набирать очки, сохранилась. К тому же в этом сезоне все домашние матчи ураганные провели при пустых домашних трибунах. Только группа поддержки и персонал юбилейного был неизменным зрителем домашних матчей. Плохое, конечно, оправдание, но даже в сравнении с предыдущими сезонами это точно стало одним из факторов столь нерадушного выступления. Поддержка своих болельщиков очень много значит для любых спортсменов. И именно поэтому все мы, болельщики Бурана, с нетерпением будем ждать нового сезона, в котором мы наконец-то сможем вживую поддержать нашу любимую команду, чтобы вместе с ней радоваться победам. Пожелаем игрокам, тренерам и руководству клуба здоровья в это нелегкое время новых идей сил и до встречи в новом сезоне. Невооруженным взглядом видно, что прогресса по сравнению с предыдущим сезоном смогли добиться в том, что чуть-чуть чаще стали побеждать, ну и проигрывать в основное время и не проваливаться в дополнительное. Немножко выросшую результативность можно смело списать на выросшее количество игр в регулярном сезоне. Так что серьезным провалом выступления в текущем сезоне команда не назовешь. Просто планка, которая осталась предыдущего сезона, которая сама по себе была не очень высока, еще немножко понизилась сезоном завершившимся. К сожалению, у команды выдались откровенно провальные два очень больших отрезка. Первый – это ноябрь месяц, когда за 8 игр было набрано всего 1 очко, то есть проиграны все 8 игр, но одну в серии послематчевых буллитов. И второй отрезок – это безусловно продолжительная часть после Нового года в январе и феврале, в котором в 16 матчах было одержано всего лишь 2 победы в основное время, еще 3 проигрыша было в овертайме, а все остальные матчи были проиграны в основное время. Не сказать, что команда сыпалась в оба этих промежутка, но и самые обидные крупные поражения как раз в них и произошли. Ну а основные причины, почему так произошло в этом сезоне, нам видится три. Первое – это общая молодость состава и его постоянная перетасовка. Из этого вытекает комплексная вторая причина – недостаток сугубо хоккейного мастерства и нестабильность присущей молодежи даже в рамках одного матча. Ну и самое главное третья причина – это безусловно финансовые проблемы, с которыми столкнулась команда в 2021 году. Кто бы что ни говорил, когда тебе не платят зарплату с сентября по декабрь, очень сложно совершать усилия как над собой, так и требовать это от других. Отдельное спасибо всем игрокам за то, что в такой трудной ситуации они не только не бойкотировали или саботировали тренировочный процесс, а также игры, но и не разбежались в полном составе, на что в общем-то имели полное право. Как говорится, история не терпится слагать его наклонением, и нельзя говорить, что если не будь вышеописанных причин, то ураганы стопроцентно выступили гораздо лучше и успешнее в этом сезоне. В глазах болельщиков все это выглядит как провал по всем фронтам в работе, как команды тренерского штаба, так и клуба, а отсюда и общая неудовлетворенность выступлением. В комментариях к играм или новостям команды, очень плотно в течение всего сезона проходились фанаты, болельщики и прочее по тренерскому штабу ураганных, обвиняя и костеря Бирюкова во всех смертных игроках команды. Стоило ей проиграть, да еще не дай бог с крупным счетом. Тут он сразу становился физруком, и гнать его надо было в шею. Ну а стоит команде победить, и особенно в трудно складывающейся игре, как главный тренер становился топом и гением тактики. Впрочем, такая полярность мнений весьма характерна для любых болельщиков. Лично я считаю, что далеко не все, в чем обвиняет Бирюкова, он действительно заслуживает. Одна из моих немногих претензий, которую как раз не озвучивали многочисленные комментаторы, так это физика команды. Очень странно слышать от тренера практически через каждую игру в послематчевых комментариях, что ребята устали играть. В БХЛ не настолько интенсивная и скоростная лига, да и игры в регулярке всего 52. Наверное, тут все-таки что-то не так именно с подготовкой хоккеистов. Еще один очень спорный момент, ответа на который я вряд ли когда-либо получу, так это почему всегда в концовках матча план заключительного штурма ворот соперника игрокам всегда объясняет Алексей Пепеляев. Разделение обязанностей в штабе – это хорошо и прекрасно, но разве это не обязанность главного тренера доносить до игроков свое видение ситуации в столь ответственный момент, когда в прямом смысле слова решается судьба матча? А в остальном, как и перед новогодней паузой, я все равно хочу поблагодарить главного тренера и весь его тренерский штаб за проделанную работу, а также посочувствовать за те условия, в которых приходилось весь этот сезон трудиться. Тем более недавно в сети появились слухи, что Михаил Олегович продлил свое сотрудничество с Бураном еще на два сезона, поэтому посмотрим, что из этого получится в дальнейшем. И под заключение итогов хочу представить свою стартовую пятерку вратарям, которая состоит из тех игроков, которые лучше всех провели закончившийся сезон. Итак, в воротах я поставлю Захара Виноградова, потому что у него лучший коэффициент надежности из всех вратарей ураганных, которые играли в этом сезоне. Моя пара защитников – это Артем Чмыхов и Марк Павликов. Артем выбран, потому что он стал лучшим защитником-бомбардиром, да и в среднем по времени на площадке он проводил больше всех времени. А Марк, за то, что он больше всех среди защитников, провел встречь, и чисто для меня зрительно он чаще всех ложился под шайбу и страдал от ее попаданий. Моя тройка нападений – это Данил Макаров, Антон Вилков и Даниил Мельников. Они стали самыми результативными игроками в нападении, и именно от них шла наибольшая опасность воротам соперников, как при игре в равных составах, так и при большинстве. Все остальные игроки, не расстраивайтесь моим данным выбором. Вам тоже всем огромное спасибо за прошедший сезон и за ваш вклад в общее дело. Что ж, ну вот такой вот сезон выдался у хоккейного клуба «Буран» в 2021-2022 году. Впереди теперь будет очень длинное межсезонье, за которое клубу предстоит решить самый главный и насущный вопрос – вопрос финансирования. Ведь не будет финансирования, не будет и команды. Сама команда тоже наверняка претерпит очень большое изменение. Ну а мы будем за всем этим внимательно следить. Так что до скорых встреч на канале Ray History Channel. Дорогие болельщики хоккейной команды «Буран», мы очень хотим вас видеть на наших домашних матчах. Вы для нас шестой полевой игрок. Мы будем стараться ради вас. Воронеж вместе к победе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!